Друзья, приветствую! Мы приступаем к 17 уроку по программе Real-Time Landscaping Architect. В нем мы поговорим про перемещение объектов. Для перемещения объекта необходимо выбрать в левом меню программы символ Move перемещения или нажать клавишу T на клавиатуре. Затем выделить объект, ну или несколько объектов, которые хотите переместить. Когда объект выделен, курсор при наведении на него меняется на символ перемещения. Ну и теперь, когда объект выделен, нажмите на него опять левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку, переместите объект движением мышки в нужное место. После чего отпустите кнопку мыши, объект будет перемещен в новое место. В качестве альтернативы можно выделить объект и нажать клавишу Enter, чтобы задать параметры перемещения объекта вручную. Появится диалоговое окно Move, в котором параметр Change Position, изменение позиции, как раз отвечает за изменение положения объекта. Параметр X и Y это значение, которое указывает, насколько объект будет перемещен от указанной позиции в той или иной оси. Можно указывать положительные или отрицательные значения. Также можно перемещать объекты с помощью клавиатуры. Необходимо зажать клавишу Shift и использовать стрелки на клавиатуре для перемещения объекта на заданную величину в ту или иную сторону. Данная опция доступна с версии Real-Time Landscaping Architect 2016. Величина, на которую перемещается объект при каждом нажатии, задается в настройках программы. Необходимо открыть Settings настройки, Program Settings настройки программы и выбрать вкладку User Interface, настройки пользовательского интерфейса. В данной вкладке есть значение Keyboard Noob Distance, которое и указывает на величину перемещения объекта при однократном нажатии. Рассмотрим изменения поднятия объекта на высоту. Объекты в программе Real-Time Landscaping Architect можно поднять над землей на нужную нам высоту. Для этого также выберите инструмент Move перемещения в левом меню или нажмите кнопку T на клавиатуре. Выделите нужный объект. Затем зажмите клавишу Ctrl на клавиатуре. Иконка мышки сменится на двойную стрелку вверх-вниз. Далее нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на объекте, а затем переместите мышь вверх или вниз, чтобы соответственно поднять или опустить объект. Чтобы завершить процесс, отпустите кнопку мыши и клавишу Ctrl. Также в программе можно изменять высоту поднятия объекта с помощью клавиатуры. Необходимо зажать Shift плюс Ctrl и нажать клавишу со стрелкой вверх, чтобы приподнять объект, или со стрелкой вниз, чтобы опустить объект. За величину перемещения отвечает та же функция, что и за перемещение Gateboard Nudge Distance в программных настройках. Также можно изменить высоту поднятия объекта вручную. Можно выделить объект и нажать клавишу Enter. Параметр Change Elevation – изменение поднятия. Значение указывает, насколько приподнять при положительном значении или опустить при отрицательном значении объект от текущего положения. Как я уже говорил, в программе Real-Time Landscaping Architect можно перемещать несколько объектов. Также можно изменять величину поднятия в правом меню программы в свойствах объекта. Необходимо переместить бегунок Elevation на нужное значение или использовать плюс и минус по краям бегунка. Или также можно ввести значение вручную в поле и нажать клавишу Enter. Добавлю, что значение Elevation в правом меню показывает текущее значение подъема объекта от Земли. Вот, в общем-то, и все, друзья, что я хотел рассказать про перемещение объектов в программе Real-Time Landscaping Architect. До встречи в следующих уроках. Не забывайте подписываться на наш канал, присоединяйтесь к группам Флокус в социальных сетях, подписывайтесь на наш Инстаграм.